22 ноября отмечается День словарей и энциклопедий. Праздник чережден в 2010 году по инициативе Общества любителей русской словесности и музея Даля. Этот день выбран не случайно. Именно 22 ноября день рождения великого русского лексикографа Владимира Ивановича Даля. Каждый из вас слышал о толковом словаре Даля. Это удивительный труд, в котором собраны примеры по-настоящему живого народного языка. Время идет, язык меняется и слова выходят из нашей речи. Мы решили выяснить, искажается ли смысл слов и поговорок, которые закладывали в них наши предки и как люди понимают значение выражений сейчас. Известная поговорка «Укол как сокол, а остер как топор» со временем потеряла свое окончание. Но кто же такой сокол и почему он гол? Мы решили выяснить у наших читателей. Укол как сокол, говорят про тех, у кого ничего нет, наверное, про бедных. А остер как топор, значит, он очень умный и его сравнивают с топором. Ну, сокол это сокол, птица, потому что у него ничего нет. Я так это понимаю. Укол как сокол означает, что не умеющий связать свою речь, а остер как топор, ну, может рубить слово. Ну, сокол, надо сказать, что это сокол, а голый, потому что он как бы столько родился, и у него нету перья, можно так сказать. Это вообще достаточно известное выражение, хотя смысл его уже потерялся, потому что если мы говорим «гол как сокол», на самом деле, если имеется в виду птица, то она не может быть голой. Значит, речь идет о каком-то, наверное, человеке, может быть, вот, у которого нет ничего. У него вторая часть «Остер как топор» говорит нам о том, что, в принципе, для того, чтобы сделать топор острым, его надо наточить. Но вторую часть, вот я даже не могу сейчас объяснить, что это значит. Смысл пословицы я понимаю следующим образом, то, что гол как сокол – это человек, который ничего не имеет за душой, а сокол – это птица без оперения. Это относится к людям, у которых ничего нет. Сокол – это сокол, у которого в империи ничего нет. А стер как топор – это относится к людям, которые хорошо подошли на язык. Ну, я не совсем понимаю, что такое сокол, что это за слово. Ну, думаю, вообще смысл пословицы, потому что ничего нет, наверное, как бы за душой, может, ничего нет, или на теле ничего нет, из одежды. Почти все наши читатели ответили, что сокол – это птица, и с ними нельзя не согласиться, ведь по словарю Даля слово «сокол» означает «ловчую птицу», а ударение на последнем слоге акцентирует внимание на западный диалект. Но в данном случае по Далю слово «сокол» означает «большой железный лом». Орать – не на дуде играть. Пословица кардинально изменила свой смысл со временем. А что думают о ее толковании наши пользователи? Я так понимаю, что орать – это много ума не надо. Я понимаю так, что орать – это осмысленно говорить. То есть, играть на трубе – это гораздо легче, чем правильно донести свои умысы. Фраза означает, что орать – это легче, чем играть на каком-либо инструменте, и орать любой может. На мой взгляд, эта пословица говорит о том, что орать легче, а на дуде играть научиться значительно труднее. Я думаю, это говорить языком легче, чем делать какие-либо дела. Я думаю, что на дуде играть, в смысле, играть на инструменте музыкально, это предполагает какие-то умения, знания, времени надо сколько-то потратить. А орать, в принципе, может любой человек, даже ребенок. В современной действительности слово «орать» ассоциируется со словом «кричать». В таком случае пословица трактуется так – кричать легче, чем играть на музыкальном инструменте. Но если вернуться к тому варианту, который закладывали в него наши предки, то «орать» означает «пахать землю». Тогда и пословица приобретает новый смысл. Пахать землю тяжелее, чем играть на музыкальном инструменте. Привычное для нас слово «морокко» имеет значение как мрак или темнота. А что думаете вы? «Морокко», мне кажется, это запутанное дело. «Морочить» – это заниматься очень сложным делом. «Морокко» – это хлопотное дело. Дело, которое неоднозначно можно решить. Значит, нужно долго думать или долго что-то пытаться делать. Какие-то мытарства, что ли. «Морокко» – это от слов «заморачиваться», прикладывать ключи усилия, время. «Морокко» – это что-то сложное, бесполезное, на что неохота тратить свое время. Используемое в редких случаях слово «кандейка» имеет множество значений в современной действительности. А как думаете вы, что оно означает? Я ни разу не слышу это выражение, но, наверное, это какое-то помещение. «Кандейка» или это какая-то маленькая вещь? «Кандейка» не имею представления. Какой-то предмет может быть небольшой. Я понимаю, что это ватная фуфайка, либо толпу. Я считаю, что фуфандинка – это беденушка. Я понимаю, как помещение небольшое, какое-то маленькое, захламленное, которое предназначено не для жилья, а для складирования каких-то хозяйственных предметов. Уменьшительно-ласкательное звучание слова в действительности придаёт ему значение, схожее с чем-то небольшим по размеру. В словаре «Даля» «Кандейка» – это небольшая деревянная чашка. Слово «гиганить» по словарю «Даля» означает поднимать нас в них, высмеивать. А какие ассоциации вызывает у вас это слово? Мне кажется, что «гиганить» – это глагол, говорит нам о звуке. «Гиганить» – это кричать. Вот почему-то мне так кажется. «Гиганить» – это, наверное, сеть разруб. Мы даже не знаем, что это может значить. Я понимаю, что слово «гиганить» – это валять до рака. «Гиганить» даже предположить нечего. У меня есть два варианта. Первый – это ходить большими шагами, а второй – это делать какие-то большие дела. Даль говорила, что его словарь может подадоваться человеку, если он захочет отыскать встреченное где-либо его неизвестное русское слово. Его можно читать как книгу. Говорили о толковом словаре живого великорусского языка современники Даль. Даль колесил по России, менял профессии, встречал на своем пути тысячи разных людей и не забывал при этом постоянно, в течение полувека записывать и объяснять всякое новое слово. Несведения из справочников, страницы живой жизни стоят за страницами его словаря. Любое слово становится отправной точкой увлекательного и бесконечного путешествия.